Приветствую вас всех в нашем зале. Ты мне компания 1С. И поговорим немножечко о том, о точке роста, об автоматизации. Как правильно заметила Наталья, торговля важный, важный компонент экономики. Ей действительно сильно досталось в последние годы. И чем дальше, тем сильнее достается с точки зрения законодательства. И об этом будут говорить мои коллеги. Для того, чтобы выполнить все требования, которые сейчас накладывает нам разные ведомства, налоговая, промторг и так далее, приходится автоматизироваться. Но автоматизация это не только исполнение требований закона, как правильно сказала Наталья. Мир меняется. Этого нельзя отрицать. Меняется потребитель, меняется процесс выбора товаров. Если раньше чаще всего человек принимал решение, приходя, собственно говоря, в магазин, то сейчас ему доступны поисковики, отзывы, ему доступен опыт других покупателей. В принципе, в современном мире тенденция такова, что капитализацию компаний все больше создает коммуникация с потребителем. И, собственно говоря, идея. И в крупных западных компаниях стоимость капитализации уже там на 90% это нематериальная. Ну, в нашем мире, в нашей стране еще пока не так, но мы все равно к этому двигаемся. И это нельзя отрицать. Скорость движения трендов, скорость принятия решений меняется. И все это нужно обеспечить вам, тем, кто предлагает покупателю товары. Собственно говоря, бухгалтерскому делу больше 500 лет. И с тех пор что-то уже немножечко изменилось. Уже счеты, Excel, палочки, что там, пергамент. Это уже все осталось в прошлом. Уже сейчас все-таки есть возможность использовать современные средства автоматизации. И в первую очередь это можно сделать для рутинных операций, которые можно сделать простыми, эффективными, автоматизированными. Не тратить время на копирование данных, на сбор данных. Нужно быть уверенными в том, что эти данные последние, что они точные, что они доступны всем, кому они должны быть доступны. И это все может обеспечить автоматизация. То, что говорил Александр. Для того, чтобы собирать знания о ваших потребителях, нужно пройти некоторый путь. То есть ценность данных, которые есть в ваших системах, они поднимаются, увеличиваются параллельно с тем, как увеличивается ваша возможность их использовать. На каком вы этапе? Вот посмотрите на эти этапы использования данных, подумайте. То есть сначала это исходные данные, это ваши чеки, это вот печатная машинка, как говорила Наталья. После этого вы можете построить стандартные отчеты по вашей первичке. Можно посмотреть остатки, можно посмотреть ваше движение, ваши продажи. После этого можно построить специализированные отчеты, посмотреть, как продаются разные категории, что-то посравнивать. После этого можно уже начинать оперативный анализ данных. И, допустим, если вы видите, что остатки заканчиваются, вы видите это в оперативном режиме, или продажи падают, можно принять какие-то меры. А уже дальше начинается моделирование, начинаются прогнозы, начинается оптимизация. Вы можете думать о том, как оптимизировать свои остатки. Вы можете думать, как оптимизировать графики развоза. или что сделать, например, с рекламными акциями. И, собственно говоря, вот этот разрыв между исходными данными и знаниями заполняет как раз-таки средства автоматизации с их методологией, с их инструментами. Вот немножечко про это поговорим. Как можно… Что такое уже знание? Это значит, что когда у нас есть данные об остатках или о продажах, мы можем получить знание о том вообще, что у нас хорошо продается, что у нас плохо продается, как у нас влияют рекламные акции, на наши продажи, есть ли у нас не ликвиды, как у нас вообще идут покупатели, как вообще реклама наша действует, меняется ли средний чек, меняются ли наши продажи от сезона к сезону. И все это знание, которое вы можете получить из тех данных, которые хранятся в вашей системе автоматизации. Дальше. Хотела несколько слов сказать о том, как выбрать систему автоматизации. Осознанный выбор системы – это минимизация ваших проблем в дальнейшем. Я, конечно, понимаю, что бывает ситуация, когда ты пришел, а там уже система какая-то есть в компании. Но если вам придется выбирать эту систему, то я призываю потратить на это какое-то время и сделать это осознанно. Потому что, поверьте, если вы правильно выберете вашу систему, вы сможете минимизировать затраты на ее доработку. Вы можете обеспечить себе рост, который вам необходим. Вы можете автоматизировать все процессы, которые вам потребуются. И даже минимизировать стоимость дальнейшей поддержки и владения этой компанией. Поэтому стоит потратить немного времени вначале и выбрать систему. Для того, чтобы выбрать систему, надо ответить себе на ряд вопросов. Я вот привела несколько из них. На самом деле их очень много. Вам может помочь на них ответить консультант. Но задайте себе эти вопросы. В выборе должны принимать участие все ключевые будущие пользователи системы. Нужно понять вообще, кто мы, что мы торгуем, чем мы занимаемся. Мы производим. У нас будет интернет-сайт. У нас будет, может быть, у нас будет оказание услуг. Может быть, как мы будем сдавать отчетность. Кто у нас будет сдавать эту отчетность. Как он будет ходить в систему. Может быть, наш товар вообще принадлежит маркировке или прослеживаемости. Или там мало ли что. В общем, все эти вопросы нужно себе задать для того, чтобы правильно выбрать систему. Я хотела рассказать чуть-чуть о линейке продуктов 1С для товарных продуктов. Есть такое заблуждение, что 1С это либо только для очень маленьких компаний, либо только бухгалтерия, либо вообще ERP совершенно для больших компаний. Нет. 1С для торговли предлагает целую линейку решений от самых маленьких. Вот здесь внизу. Если у нас совсем небольшая компания, нам нужно только бить чеки, видеть продажи. Это может быть 1С мобильная касса. Если у нас уже магазинчик, то прекрасным решением будет 1С розница, о котором сейчас чуть позже расскажет моя коллега. Если вы открываете интернет-магазин или, допустим, у вас есть оказание услуг, то, возможно, вам подойдет УНФ. Это такой очень хороший продукт. Почему-то о нем немногие знают. Вот они стоят на стенде. Можно с ними пообщаться. Для небольшого бизнеса он прекрасно подходит. А вот если вы уже там чуть-чуть выросли, доросли до того, чтобы управлять своими процессами более подробно, ну, например, вам нужен склад, вам нужно управление закупками, вам нужно прогнозирование ваших запасов, то это уже управление торговлей. А если вы еще хотите, ну, например, если у вас есть производство, и вам нужно его учитывать, это комплексная автоматизация. Там же можно посчитать зарплату или сдать уже бухгалтерскую отчетность. А если вы выросли и стали уже совсем большими, то это наш флагманский продукт 1С ERP. Помимо того, что это целая линейка решений, это еще и целая экосистема сервисов. Их можно подключать по мере необходимости. То есть вот потребовалось вам для каждого зарегистрированного пользователя нашей компании, у которого есть действующий контракт поддержки, он может подключить проверку контрагентов, интегрироваться с платежными системами, может вступить в нашу электронную торговую площадку. Я сейчас буквально чуть-чуть про нее тоже расскажу чуть позже. И эти сервисы доступны буквально по щелчку из вашего программного продукта. И чуть-чуть, буквально пару слов, у меня времени остается совсем немного, про те технологии, которые уже реализованы в продуктах 1С для того, чтобы помочь вам продавать. Ну, например, есть такая технология, как анализ и настройка совместно продаваемых товаров. Зачастую, когда покупатель покупает какой-то товар, ну, например, антибиотик или электронную детскую игрушку, то очень разумно предложить ему к антибиотику, пребиотик, игрушке, батарейку. Это поднимет и средний чек, и улучшит наш сервис. И вот такая возможность настройки в системах 1С есть. Чуть-чуть про сервисы, которые тоже есть в торговых программах. Это 1С номенклатура, например. Кучу времени люди тратят на то, чтобы занести данные номенклатуры в свои системы. И мы решили создать такой единый язык, единый справочник, где по штрих-коду вы можете сразу загрузить себе характеристики номенклатуры в вашу систему. Не буду долго рассказывать. У нас есть стенд с этими сервисами. Еще также мои коллеги тоже об этом немного расскажут. И электронная торговая площадка. Мы подумали о том, что у нас очень много пользователей 1С, и нам хотелось бы, точнее у нас была такая идея, чтобы создать такую площадку, на которой они смогут общаться. И даже вот язык 1С номенклатуры – это единый язык, на котором они смогут общаться. Мы создали такой сервис, как 1С-торговая площадка, где каждый пользователь нашей компании, подключив этот сервис, может выйти со своими предложениями или со своей заявкой на закупку на электронную площадку, вообще не выходя из программы 1С, и увидеть, что ему предлагают, где он может найти этот товар, или опубликовать свое предложение. Мы считаем, что это очень удобно и верим в этот механизм, и приглашаем вас присоединиться. Также на стенде можно поподробнее узнать про него. Ну и, конечно, большое количество сделок уже заключается в электронном виде, в виртуальном мире, но тем не менее, логистика – это то, что приземляет нашу электронную торговлю, и мы считаем одно из важных направлений – интеграцию с логистическими системами, чтобы для тех, кто торгует, было очень удобно, и непосредственно из вашего программного продукта можно было бы заказать доставку. Ну, в каких-то продуктах, например, в ВНФ B2C доставка уже реализована, в каких-то продуктах мы еще только планируем, там будет B2B доставка. И мы считаем, что это очень важный процесс интеграции виртуальной торговли с реальным ее движением по земле. Ну и также это уже совсем для сетей. У нас планируется в следующем году развитие функционала по управлению торговой сетью, где будет вестись информация по каждому магазину, достаточно подробная, про арендные ставки, про затраты, про площади, где можно будет строить различные отчеты по магазинам. И мы надеемся, что это очень поможет торговым сетям в это непростое для торговли время. Спасибо большое за внимание. До свидания.